Здравствуйте! Сегодня я поведаю вам о том, как связана с нашим городом судьба известного русского писателя Алексея Писемского. Выходец из Костромской губернии, потомок древнего дворянского рода, Писемский окончил физико-математическое отделение философского факультета Московского университета. Обратите внимание на то, что Алексей Феофилактович осел в Петербурге во второй половине 19 века. Именно тогда он и занялся активной журналистской и литературной деятельностью. Например, сотрудничал с известным и популярным журналом «Библиотека для чтения». Именно в этот период Писемский пишет свой самый популярный роман под названием «Тысяча душ», который считается редким для русской литературы примером делового романа. Его сочинения переводятся на европейские языки и оживленно обсуждаются в толстых журналах. Еще один взлет популярности писателя связан с драмой «Горькая судьбина». Нам известно совершенно точно, где и когда Писемский написал ее. Об этом свидетельствует мемориальная доска на фасаде дома номер 51 по Садовой улице. Именно здесь жил автор «Горькой судьбины». В честь знаменитого русского писателя в Сестрорецке была названа улица. Она проходит от Владимирского проспекта до Горского кладбища. Если вы хотите поближе познакомиться с творчеством Алексея Писенского, то рекомендую прочесть любого из его романов. Эти книги вы найдете в городских библиотеках, в том числе и в Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского, где мы сейчас с вами и находимся. А на сегодня у меня для вас нет больше никаких рекомендаций. Кроме одной, откладывайте в сторону ваши гаджеты и берите в руки книги, чтобы лучше понимать не только то, что происходит вокруг и сейчас, но и то, что было когда-то в прошлом. Недаром говорил Станислав Ежелец. Достаточно слова, остальное болтовня. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok